добрый день сегодня 12 февраля у меня сегодня небольшая дата три года этому каналу ну и какие результаты за три года тысячу штук видео ну там тысячу с копейками или тысячу шесть или тысячу восемь тысячу видео я выпустила там несколько коротких там что-то 30 или 40 штук коротеньких и чуть больше двух тысяч подписчиков за три года кто-то скажет нормально я считаю конечно мало с другой стороны я смотрю трезво на все понимаю что мой канал ну не настолько может интересный как у других где там более актуально показывают какие-то новости может больше магазинов показывают активно по городу ходят может что-то интересное может что-то дома вкусное готовят или рассказывают интересные истории какие-то занимательные поэтому там больше туда люди идут лучшим на сегодня у меня такие вот результаты на улице сейчас 13 градусов что-то копает что-то ляпает пасмурно хочется уже солнышко вот хочется уже конкретной такой весны и солнышко она еще он все капает ляпает да с крыш кап 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 мил милы милы как привет привет у меня тут белое царство в общем не подарили кучу белой ткани сказали так ты что-то с ней придумаешь у тебя на что-то фантазии хватит если честно она мне не особо была нужна эта ткань но если отдали даром ну куда то же ее надо применить ну чё ж она будет лежать без толку в общем я сняла все новогодние свои покрывала чехлы на подушки и сделала так ну тут уже кошка бегала сделала очень покрывала белая белые подушки и делаю белые гордины но я их делаю немножко кружева буду декорировать но если мне попадется когда-то еще какое-то кружево пока я только по верху а потом может быть и по низу добавлю кружева ну пока так это ж так полежит у меня белая покрывала надоест поменяю на какое-то другое мне нравится постоянно менять я знаю есть люди которые так один раз что-то сделали и она у них десятилетиями а я люблю то в течение года менять то мне в новогоднем было сейчас у меня беленько а ну знаете какое как велюрочка как велюровая такое вот мягенькая мягенькая приятное приятно тоже пошила чехлы на все подушечки ты так собрала потому что я тут еще раскладываю он сижу шью потихонечку что-то там строчем кино смотрю и потихонечку сижу шью вот ну и продолжаю уж собирать вот это же свое новогоднее тут уже стенка чистая до этого еще ход не дошел а взялась что-то другое делать ну на портьеров здесь конечно не такая как на диване здесь знаете такое но как стрейчевая вот она так прямо тянется и так растягивается и так растягивается вот такая вот ткань вот ну и по поверху я пришила так кружавчик не знаю ну пока так побудет а если у меня еще где-то появится какое-то кружево может я его по над низом вот так повешу пока у так пока это будет вот так ну мне пока нравится еще что надо сделать на самом карнизе тоже наклею белую полосочку будет уже как-то лучше конечно бы хорошо обои переклеить но вы сами понимаете сейчас не до этого поэтому пока вот так вот ну вот все чистенькая беленькая вот получается у комнаты совсем другой вид когда я убрала все цветное все темное во первых квартира у меня вообще такая не солнечная поэтому чем больше белых каких-то тканей или еще чего нибудь ну мебель же я на белый цвет не поменяю нет конечно но сейчас потеплеет когда где-то в апреле я вот этот ковер уберу не под низом светленький линолеум и будет вообще тогда все светленькая вот так вот не знаю мне лично нравится взрывы один за одним слушайте невозможно бабахкает по всему городу жесть какая-то сирены и сирены гудят или это скоро я не знаю прямо слышно я уже несколько раз слышала сирены гудят каких-то Вспышка прямо в небе. Вспышка, пишут после серии взрывов в одном из районов города, видно огонь, видно дым, какой-то пожар. Ну, скорые слышат люди с разных концов города, я вот читаю в сообщениях, и там скорые слышно, и там скорые слышно. Но была прямо целая серия взрывов, и перебои со светом, у меня тоже свет мигал, я думала уже погаснет, а так мигает, через какое-то время опять мигает, потом опять мигает. Читаю, люди точно так же пишут с разных концов города, что да, свет мигает, и где-то уже и перебои начались со светом. Но бабахки были очень слышны, очень такие, ну, глухие, не рядом, конечно, но такие глухие, но сильные, такие бух, бух, такие вот были взрывы. Да, прямо целая серия, видно, летела эскадрилья какая-то. Ну, да. Я так поняла, наверное, всех сбили. Вот это ж, наверное, были вот эти взрывы, это ж, наверное, моменты, когда сбивают. Ой, да сейчас почитала по разным городам, там и в Херсоне, и еще где-то там в ряде городов проходят взрывы, происходят. Вот такая вот неспокойная ночь. День вроде бы более-менее спокойно прошел, ну, более-менее, а ночь вот такая вот тревожная. Но вот как тут, как тут быть спокойной, как тут быть уравновешенной? Какие тут лекарства могут помочь, когда внутри все колотится? Господи, скорее бы мир. Какому Богу молиться, чтобы мир был? Более. Более. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще пишут, что на Левобережном переводе со светом и переводе с водой. Но кто живет на Левобережном, вам завтра расскажут какие-то свои истории, что у них там происходило. Души, раздирающие истории, завтра на страничках других блогеров вы все увидите и услышите. Продолжение следует...